если хочешь попробовать грузинскую кухню можно это сделать и в россии но тут вышла дорогая форель 640 рублей это около 27 конечно сколько за 10 за 12 ну так-то вкусно но заправка все-таки не как в грузии и так хинкали с бараниной за 3 лари какая твоя оценка какой счет получается 10 пока в пользу грузии ребят всем привет спасибо что вы с нами что смотрите наш канал с новым годом желаю счастья здоровья и побольше путешествовать своих комментариях вы уже неоднократно просили нас сравнить грузинскую кухню в грузии и за ее пределами ну то есть в россии сегодня наконец-то у нас дошли руки и мы решили устроить гастро-трип по городу мы посетим два заведения где предлагают грузинскую кухню первое будет ресторан в центре города и второе ну такая местная кафешка можно сказать на окраине чисто для своих не забывайте ставить лайки подписывайтесь на канал если еще не подписаны и так погнали так вот мы подходим к кафе сапирави вот она позади меня располагается в практически самом центре города можно считать туристическим пятачком вот там набережная аллея прогулочная кафе ну что заходим внутрь вот мы зашли внутрь сидим рядом сзади окошко такой вот интерьер сейчас покажу уже новогодний елочки украшения всякие шары гирлянды чем красота так деревянные столы кожаные сиденья здесь правда немного прохладно или он выдали плед она закуталась так конечно гораздо теплее и что значит мы решили заказать я буду салата мегрель где покажи салат помегрельские 200 грамм 220 рублей и люля кебаб из культи тоже 220 рублей так по деньгам это примерно получается если 1 лари 25 рублей то это примерно 9 лари ну там плюс минус да да в кафе где вот мы тогда люля кебабки кушал стоил где-то 8 лари здесь получается 9-10 ну салат не знаю для салата мне кажется дороговато так я решил заказать сыр на кицы с томатами и беконом тоже 200 грамм 280 рублей это примерно 12 наверное лари получается но 11 12 где-то так ну плюс а бекон там не было бекона то есть да мы вот сейчас заодно сравним стоит вообще его сюда класть или нет такое нововведение местных грузинских шеф-поваров так а ну что еще конечно же я закажу где горячее вот я закажу хинкали с бараниной но сразу сразу про чё я хочу сказать смотрите цена хинкали с бараниной 70 рублей это примерно 3 лари это конечно очень дорого если сравнивать с едой в грузии вот именно с хинкалями то там где-то от 65 до наверное 90 тетри за одну хинкали в зависимости от места где ты кушаешь а здесь почти три лари про есть практически в там три-четыре раза дороже не знаю может быть здесь намного вкуснее будет не зря же они столько денег лупят так то есть еще раз это место все-таки чисто туристической она находится в самом центре города не грузины здесь тоже конечно кушают но ориентировано она в первую очередь на туристов когда был чемпионат мира у нас тут буквально 300 метров и фан-зона была здесь конечно очень много туристов было со всего вообще мира юли уже принесли салат по-мигрельски там лук огурчики помидоры орехи грецкие зелень перец ну ты готова затестить знаешь как надо тебе надо как в этом в передаче вот это кулинарное шоу которое мы смотрели ну короче смотрели кулинарное шоу вот не так давно и там такие деловые мужики типа шеф-повара мировые они пробовали как там другие ребята готовят там они но они так говорили отлично блестящие крути там все вкусно очень было давай сейчас юль ну попробуй помидоры грецкий орех вкусно вкусно булка очень вкусная вкусная булка а тут соус подразумевается да масло что-то уксус какой-то или что-то да ну так-то вкусно но заправка все-таки никак в грузии мне там больше нравилось заправка но овощи хорошие так теперь мне принесли хинкали с бараниной и сыр на кецы с беконом с помидорами что-то там бла-бла-бла короче выглядит прям неплохо и еще но остается попробовать и так хинкали с бараниной за 3 лари много много бульона внутри и такие прям остренький но на самом деле остринка только добавляет вкуса прям очень круто так мне кажется также как в грузии то есть до плюс-минус и может быть более объективно было бы если бы сейчас прям вот здесь мне поставили еще одну хинкали прям вот прям ту самую грузинскую в любом случае я скажу так самая вкусная хинкали которую я когда-либо ел была в мцхете и она по-прежнему сохраняет свое первенство так что пока просто поедим эти хинкали потом перейдем к сыру на кецы юли принесли люля кебаб такая вот люля огромная поджаристая с перчиком свежей зелени все как положено так я уже попробовал хинкали отличная вещь можно переходить к сыру на кецы и предоставляете право первого укуса до юли спец она же любит сыр она его пробовала в грузии сейчас может объективно сравнить у юли сулугуни на кецы такой сыр зажаренный там что-то с яйцом все как положено все как грузины любят очень вкусно бекон я пробовать не хочу мне кажется он кицу не нужен особо хороший вкус насыщенных мер солоновато соус такой хороший потому что мне один раз приносили блюдо где просто сыр расползся по сковороде и сыр сошкрябывало прям ну было не очень смотри ладно давай нужно как бы ток какой-то то есть вот ты попробовал сейчас сыр на кецы здесь в россии в грузинском ресторане и ты пробовала уже неоднократно в грузии в разных местах где где лучше то есть если суммировать где где самый вкусный ты ела самый вкусный я ела в кафешке на улице на грузии а ну вот то есть пока все-таки сыр на кецы выигрывает в грузии или ты готова люляку попробовать но я уже ем так ну-ка такая люляка ну ты половину уже съела на самом деле очень вкусная но я ела самую вкусную я помню как ты ее там расписывал какой у тебя кебаб был расскажи просто его на видео нет его в конце принесли его готовили дольше всего такая длинная сосиска завернутая в лаваш она не сосиска котлета получается куриная завернутая в лаваш и там специи то есть там не зелень не как шаурма а просто такой тонкий слой специй то есть просто она обернута в лаваш это вот куриная такая вытянутая котлета я куснул и прям реально очень вкусно было нам принесли счет сейчас я покажу во сколько нам обошелся наш обед здесь в общем все указано салат сыр на кецы люля хинкали чай лаваш 1300 рублей но если прям приблизительно посчитать то это больше 50 лари где-то 52 53 лари это без чаевых плюс у меня еще было 15 процентная скидочная карта то есть так-то бы вышло еще дороже можете нас рассчитать так ну чё юль я думаю пришло время дать оценку сравнительную давай ты первое что тебе понравилось что не понравилось и какой итоговый балл мне очень понравилось но разочарование от салата потому что в грузии мне кажется я на каждый прием пищи заказывал этот салат он просто был обалденный из-за заправки именно вот а тут она была ну тут ее пособо не было особо не было да ну короче сложно сравнивать конечно ну естественно все таки хочется местную пищу есть там где она готовится и какая твоя оценка какой счет получается 10 пока в пользу грузии так юля вынесла свой вердикт я бы хотел добавить что здесь действительно очень все вкусно было хинкали были прям неплохие остринка вообще шикарно сочеталась со вкусом баранин я люблю баранин я знаю что многие не особо это мясо любят сыр на кицы тоже был отлично приготовлен не пересолен ну чай как чай но меня смутил ценник то есть хинкали за 3 лари должна быть в три раза вкуснее чем обычная хинкали она была скорее обычная я конечно понимаю что это цена нашей страны если я хочу есть хинкали за 80 тетри мне нужно лететь в грузию но тем не менее если сравнивать еду на местах из-за цены грузинская кухня в грузии конечно выигрывать поэтому я пока тоже ставлю 1 0 в пользу грузии мы приехали к следующему заведению с грузинской едой но это не второе место которое мы посещаем за сегодня а уже 3 то кафе для своих который я говорил в начале оказалось закрыто по отзыву моей знакомой решили пойти в другое но прикольно что напротив одного грузинского кафе есть другое грузинский ресторанчик на аллее прямо через дорогу напротив нас и мерете ну мы решили пойти сюда учет заходим так мы зашли сели сразу хочу сказать что мне здесь прям понравился интерьер наверное максимально приближен к тому что мы видели в грузии то есть небольшое уютное кафе оформленное соответствующем стиле всякие тарелки статуэтки грузинские какие-то ковры и мебель тоже похоже вот какая такая простая простые кресла простые столы да на стульях он пледики что-то такое максимально приближенное к грузинским кафе нам уже даже кое-что принесли пока закуски баклажаны грузинские похоже да на то как в грузии подают их ну и юля заказал просто овощной салат ну что попробуем или начнешь баклажанов и большие сейчас попробуем баклажаны горчат если долго полежать но эти приятные на вкус реально очень большой кусок для тех у кого большой рот да соглашусь реально не уступают мне принесли форель вот она такая красавица на тарелочке поджаристая сейчас попробуем потому что в грузии когда мы были я прям постоянно блин через день заказывал себе потому что мне очень нравилось так а юли уже принесли сулугуни на кицы да то есть она решила и здесь попробовать это одно из моих любимых блюд это закуска но я его ем основное вкусно ну вот в предыдущем кафе мне понравилось больше как-то вкус мягче был ну-ка давай-ка я сейчас попробую если вы не против сейчас затестим знаешь мне кажется немножко солоноват наверно чуть-чуть да есть но хотя да действительно очень вкусно ладно сейчас попробуем форель жареный прям отлично прожаренный свежий рыб да не на самом деле могу сказать что чем-то отличается от того что пробовал в грузии поэтому просто попробую насладиться его вкусом а единственное есть есть одно но лимоны порезали типа красиво чтобы насервировать но их совершенно неудобно выдавливать на рыбу надо попку если уж говорить про лимоны в рыбном блюде то они здесь не для красоты нужны а для того чтобы их соус сверху полить на любые морепродукты вот я участник представляет все руки теперь в соке но вкусно менее вкусной от этого она не стала принесли счет сейчас покажу получилось 1370 то есть почти столько же сколько было за обедом но тут вышла дорогая форель 640 рублей это 27 где-то правильно что да около 27 грузии до 12 лари стоило форель до прям потолок но здесь покрупнее и по вкусу ну точно не уступала очень вкусно было так ну что твоя оценка мне здесь принципе понравилось все я довольна и баклажанами и салатом и сулугуни ты форелью доволен так что для меня счет 1-1 ну а я бы что хотел сказать мне понравился вот именно в этом кафе колорит который как я уже сказал не уступает грузинским кафе и была очень вкусная еда поэтому счет 1-1 и если после обеда мы с юлей дали по 1-0 в пользу грузии и общий счет был 2-0 то сейчас счет становится 4-2 в пользу грузии то есть не в сухую если хочешь попробовать грузинскую кухню можно это сделать и в россии но если ты хочешь ей насладиться то лучше ехать в грузию